приветствую всех настоящих тюнителей бокса сегодня утром в прямом эфире посмотрел бой майка тайсона против джейка пола и хочу с вами поделиться впечатлениями а также поединок проанализируем технически что именно происходило в ринге и сделаем из него выводы в частности это был договорняк или нет уровень джейка пола какой он это ноль потому что он не сумел нокутировать человека которым 58 лет или джейк пол крут потому что он сумел победить легенду пускай и возрастную в общем во всем этом будем разбираться но в любом случае нам нужна некая предыстория кстати в закрытом канале был прогноз на этот поединок где мы разобрали подробно обоих боксеров и прогноз зашел причем зашел даже в деталях поэтому если интересно если вы любите бокс и даже если вы просто хотите поддержать мою деятельность то подписывайтесь на закрытый канал до подписка платная но месячная подписка стоит как кружка кофе ссылку оставлю в описании и в первом закрепленном комментарии подписывайтесь если не понравится всегда можете потом отписаться и подписку удалить с любой карты теперь предыстория такая что джейк пол кто-то считает что это полный ноль что это просто посмешище в принципе это не так определенный уровень даже технически у джейка пола есть с другой стороны кто говорит что джейк пол уже побеждает бывших чемпионов что он нанял себе очень хороших тренеров диетологов и они как бы его всему научили и он сейчас дескать уже настоящий боксер именно настоящий типа чемпионского уровня нет это конечно полный бред он не чемпионского уровня он даже не среднего уровня если просто вот в москве у нас до поедет в спальный район там в любой клуб на открытый и выйдет против кмс а я думаю что его там раскатают с одной стороны с другой стороны до джейк пол занимается профессионально у него есть уже опыт профессиональных боев где много раундов где 8 раундов или даже больше по три минуты и он уже привык к этим ударом тяжелым перчаткам регламенту уже он не суетиться не волнуется в ринге то есть все это тоже влияет и в принципе джейка полом можно назвать уже не только блогер но и действительно боксером да и также я джейка пола в целом уважаю потому что джейк пол любит бокс то есть вывод такой что джейк пол нормальный парень хороший чувак и короче он любит бокс это видно он прогрессирует ну так вот до боя я ждал что джейк пол конечно же победит вопрос только нокультирует матайсона или нет будет пытаться нокультировать тайсона или нет и у майка тайсона очень маленький шанс на победу был это если идеально реализовать ближний бой именно причем ближний бой а не просто идти вперед что мы в итоге с вами увидели увидели мы то что первые два раунда тайсон действительно выглядел хорошо особенно в первом раунде тайсона шел вперед его эти фирменные маятники всякие раскачки уклоны выходил со своими ударами причем он когда бьет в отличие от того же джейка пола у джейка пол удар такой корявый какой-то есть днем сила но именно природная у него как рукой махнул просто вот ну не поставлен удар по-настоящему да майк тайсон он бьет не только рукой ровно у него там все прямо как бы идеально выстроен а у него именно таз у него именно корпус то есть он как карусель в детстве катались на курсели и вот эта карусель это как таз или позвоночный столб тайсона то есть он бьет не рукой вот так вот как джейк пол хотя пускай у джейка пола есть там природная какая-то приноси удар а тайсон бьет именно четко то есть он в одну сторону раз у него как бы разворот и удар поэтому очень сильный и мы это все увидели в первом раунде также джейк пол в первом раунде видно что очень нервничал и из-за этого он ускорялся то есть это с одной стороны правильная стратегия если боксируешь с нокаутером пускай даже ветераном нельзя стоять на одной линии то есть ты должен постоянно маневрировать вправо в левой насыпать свои удары двигаться двигаться и это все делал джейк пол но настолько быстро стал на год по инку колесить настолько стал быстро убегать что у него было несоответствие ударов и движений то есть можно бить из движения это как бы круто можно даже делать нокаут из движения но когда ты просто пытаешься вот сбежать как ракета вообще а технически ты тоже там не совсем к этому готовый уклад всех бросаешь туда удар то у тебя как бы и удар получается скорее как отсутствие удара но в конце второго раунда уже стало понятно вот последние секунды второго раунда что джейк пол пережил натиск майка тайсона и дальше майк тайсон должен начать 20 в принципе это уже даже было видно в конце второго раунда что он уже начал сдуваться потому что ну опять же возраст возможно какие-то травмы майк тайсон выходил с повязкой на колени это тоже не просто так то есть там ну скорее всего у него нога правая побаливает и так и было то есть начиная с третьего раунда майк тайсон толком не мог догнать джейка пола и тайсону советовали в углу что больше бей они ему говорили ты мало бьешь типа бей там левый левый бей right hand ну справа но понимаете это легко сказать чтобы бить надо чтобы перед тобой была цель а так получалось что майк тайсон просто не может достать до джейка пола и во втором раунде в третьем раунде даже еще по инерции в четвертом раунде тайсон несколько раз вы выскакивался своими атаками пытался или шагами дойти или при таких скачковое движение с ударом но каждый раз он бил по воздуху потому что джейк пол просто разрывал дистанцию и на этом как бы все заканчивалось и так несколько раз повторилось и после этого тайсон даже практически перестал атаковать практически перестал бить то есть он ходил за джейком полом там раскачивался защищался он искал какие-то моменты но как бы этих моментов просто не было потому что тайсон сам уже понимал что он даже есть ударит то он до джейка пол просто не достанет ну не достанет а зачем как убить если ты не достаешь а догнать скорости ног у тайсона ну соответственно уже не было соответственно как действовал джейк пол во первых на мой взгляд он не жалел майка тайсона особенно в плане сил ударов он действительно ветерана пытался накрутировать у него там была такая серия я даже постараюсь ставить сюда это где джейк пол бьет точку левый право снизу и лево сбоку и он там бил к это право снизу прямо чуть ли не туда его в небо ударил и вот много таких было так там двойки были повторные двойки у джейка пола по сути он вообще тайса не жалел он бил что есть мочи и попасть акцентированным ударом ну раз там или два он попадал но в целом подавляющее большинство ударов проходили мимо и вот это меня впечатлило то есть мастерство тайсона именно его уровень защищаться то есть когда-то тайсона учили в детстве и есть защита на таланте именно как у рой джонса лучшие годы как у джерона эниса то есть когда человек как бы он видит он раз ушел видит раз ушел это как бы одно и рой джонс он чуть-чуть замедлился и не то что в 58 лет а уже даже там до 40 лет его стали все в нокаут отправлять а майк тайсон у него защита она именно строится не на его рефлексах не на его скорости а на правильных привычках то есть техника которую сложили в детстве помните даже вот несколько день назад он дал пощечину джеку полу и он не просто дал пощечину он сразу после этого сделал защитное движение то есть майка тайсона вдолбили как бы ему в детстве у него уже это как в спину мозги то есть он боксирует не творчески там что сейчас посмотрим там сейчас сделаем а он даже обратите внимание движения тайсона они немного роботизированы но зато он как бы не думает у него тело само делает и вот эти вот привычки технические они правильные потому что они хорошие и в атаке ну правда реализовать тайсона их не могут не доставал просто джек пола не могут догнать и они очень хорошие в защите то есть тайсон ударил у него сразу там какой-то нырок идет ли он уходится не атаки опять же его джек пола бьет троечку представьте здорово такую лось по 100 килограмм с быстрыми причем руками с корявыми ударами которые даже у джека пола не по таким идут понятным траекториям у него такие какие-то они ночью по странным этим идут другом и даже их тайсон практически не пропускал в свои 58 лет то есть он чисто на рефлексах как-то рефлексах не смысле природных скорости а на рефлексах забитый который ему уже ну вот в его как бы технику то есть просто автоматически как-то как-то защищался на старом своем багаже и даже в 58 лет удары прошли мимо это вот я хотел сказать еще такой момент по поводу джейка пола темп то есть единственное возможно в чем джейк пол жалел тайсона он особо не взвинчивал темп то есть теоретически он мог бы попытаться заставить тайсона ну задышать из измотать как бы его и за счет этого нокутировать джек пол это не сделал но этому тоже есть объяснение мне показалось что джейк пол опасался майка тайсона и как бы не хотел от него пропустить и он видит джейк полу что он побеждает он развивает его издалека у него выше рост как бы более длинные руки и то есть это работает и своих двоечки бьет издалека но даже вот вот двоечку бить опасно потому что то вот далеко друг от друга это хорошо майк тайсон тебя преследует догадать не может а когда ты бьешь двоечку ты же как бы делаешь сближение в стиле как раз-два сближения и тайсон теоретически может как-то это просчитать и ночью тоже по дороге и тебя ударить и если ты это раз как бы сделаешь то нормально а когда систематически вот говорят джейк пол а почему как бы джейк пол его ну грубо говоря не замесил почему он его не попытался забить а вот именно поэтому потому что это было бы опасно для самого джейка пола это помните как рой джонс в лучшие годы но в лучшие годы всегда показывал превосходство опускал руки двигался и некоторые комментатор удивляет что почему родился не пойдет и не забьет просто соперник ли они говорили рой джонс это делает от доброты он может гендлин так в частности говорил можно кутирует соперник в любую секунду но как бы он этого не делаешь что надо нас развлечь разные могут быть мнения я все мне не уважаю но я думаю что ответ причина конечно же в реальности она совершенно другая потому что и рой джонс он а то и рой джонс силы его не в том чтобы кого-то забивать а если он пойдет кого-то забивать то его самого там забьют причем очень быстро и стабильно и соответственно джейк пол то есть вот и ответ почему джейк пол да он бил со всей силы но как бы тоже не так много то есть короткие серии буквально там двоечка троечка максимум не рисковал особо то есть что он жил тайсона почему он не попытался забить его я думаю нет то есть я думаю он просто опасался не хотел рисковать народ давайте теперь подведем итог по бою первое я считаю что майк тайсон в своем ветеранском возрасте 58 лет это очень большой возраст это возраст хороший для тренировок можно заниматься боксом в 58 лет вообще без проблем я лично за людей и в 60 лет и старше 60 60 лет кто жесткие спарринги проводят но все равно чтобы у тебя была возможность там если что сказать стол потом отдышаться а взять паузу ну почему прислушиваться как бы к своему организму а проводить настоящий бой еще и одобренной атлетической комиссии штата где соперник имеет право тебя нокутировать и даже хочет этого ну такое себе и вот в этом возрасте майк тайсон я считаю показал просто супер уровень да он по очкам полностью проиграл он не мог просто догнать джейка пола то есть у него что-то с ногами и у него кстати повязка на правой ноге но в целом тайсон красавчик даже вот его технику дара то есть как джейк пол бьет просто вот ну маша там ну так что-то нормально но не шедевр а майк тайсон бьет он именно как четком и рука и корпус и таз то есть он у него именно удар этот удар то есть красота удар 1 мастерство защиты когда ты уже не видишь ну то есть ты уже не можно все среагировать но ты защищаешься на технике он практически не пропускал очень мало пропускал именно тяжелых точных ударов почти все плюхи у джейка пола почти все прошли мимо вот а соответственно джейк пол и его тоже ругать как бы сильно не хочу нормальный парень мне что понравилось что как только закончился бой и даже последние секунды боя он к майку тайсону проявил большое уважение и видно что хотя на камеру он такой немножко как сказать ну как-то немножко так и петушится но короче он хороший мне кажется парень и именно он любит бокс тренируется победа его это на тайсон я считаю не стоит вообще ничего с точки зрения бокса чисто бокса но за счет этого он вошел в историю о нем уже напишут боксерских книгах даже если не о нем топор майка тайсона напишу что майк тайсон свой последний официальный настоящий бой прошел 58 лет от этого это войдет в историю а вы знаете еще кого-нибудь кто официальный бой провел в 58 лет я нет но возможно кстати такие люди есть если знаете их то напишите и джейк пол тоже ну получается 2 участника этого боя он вошел в историю он еще больше укрепился в глазах своей фанатской базы и самое главное что он реально популяризе популяризирует бокс и он любит бокс и он прогрессирует это вот здорово такие мысли о поединке спасибо что посмотрели данное видео если хотите смотреть меня чаще гораздо чаще то подписывайтесь на закрытый телеграм-канал подписка по цене кружки кофе в месяц всем добра до новых встреч тушу камеру